Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас знаменитый гость Джонни Бекмуродов, самый популярный артист Республики Таджикистан. И мой близкий друг, хороший друг, с которым мы много в приключениях бывали вместе, много что видели. И вот за все эти годы нашей дружбы, мы дружим больше 10 лет, не было возможности сделать интервью. И сегодня появилась эта возможность, вот мы Душанбе вместе, и я вот Джонни Бекку сказал, что в принципе я не журналист, и в этом интервью мы не будем делать типичное журналистское интервью, а будем говорить больше о Джонни Бекме Миродове как человеке, как друге, как отце, как братье, нежели о Джонни Бекме Миродове, о бренде. То есть мы не будем говорить о творчестве. И также сразу скажу, что мы выбрали язык русский для интервью. Джонни Бекк немножко сопротивлялся, потому что он патриот и хочет только на таджицком, но я его убедил, потому что сказал, что вот у него были два недавних интервью на таджицком языке, вот на русском языке такого открытого интервью, которое раскрывало бы его личность как человека. нет, и на русском языке, наверное, больше аудитория, шире. Вот, поэтому, Джонни Бек. Ассаламу алейкум всем телезрителям, всем поклонникам, всем друзьям. Огромное спасибо за приглашение. Азамат, ты правильно выразился, что мы, да, мы больше десяти лет дружим. И хочу отметить, что мы уже три поколения дружим, дружили наши деды, дружат моя мама и тетя Махбуба. И мы сами познакомились, нас никто не знакомил, правильно? Мы сами познакомились, и вот мы продолжаем эту дружбу семейную. Я очень рад за это, и я думаю, что у нас сегодня получится хорошее интервью. Ну да, ну, в принципе, я всегда говорю, что это не интервью, а больше беседа двух друзей. И мы, в принципе, я хочу просто сразу тебя расслабить и расположить. Там, где камеры, уже нет, да, расслабить? Уже интервью. Уже интервью начинает. Вот, ну, я хотел бы начать интервью с простого вопроса. Было ли какое-то событие в детстве твоем, которое поменяло бы ход игры дальше? То есть оно бы настолько было важным, которое ты помнишь отчетливо? Потому что вот я начинаю всегда с детства, чтобы понять историю человека, где он сейчас, надо начать с самого начала. Ну, я как начал осознавать себя, да, можно сказать, в детство, я как помню, мне было лет шесть. У нас началась гражданская война, и мы были в бегах в разных странах, жили в разных городах. Такое, скажем, трудное детство. Я особо не видел, скажем, детства, чтобы ходил в садик, там, чтобы учиться, чтобы играть, да, такого в то время не было постоянно. Но вот все это стало каким-то большим уроком. Это все остается в памяти. Ты это никогда, я думаю, не забудешь. Ну, были какие-то ситуации сложные или моменты, которые ты прям вот вспоминаешь и говоришь, да, вот тут меня так побили, например. Да, насчет побили, да, я вспомню. Когда мы жили в Хадженте, ну, у нас другая фамилия, никто не знал, что я сын Джурабека Мурадова. Насчет избили, в то время очень много стояли за хлебом в очередь. Да, помню. Тогда была в Душанбе война, а там экономическое положение не очень хорош. И я с друзьями пошел за хлебом. Хотя я мог не ходить туда, как-то, ну, нам приносили и хлеб, и еду. У нас с этим проблем не было, слава богу, так как у отца очень много своих друзей, связи, да, хорошие были. Я помню, я очень увлекался этими птицами, вот, канарейки, попугаи, вот, все. У меня одна комната, я помню, у меня 200-250, что ли, штук было, там все разные, саба, да, там очень много видов. И мне нужна была клетка, а мой друг, который, ну, сосед, он сказал, что вот тот парень, он будет там в очереди, он каждый вечер стоит в очереди, он там, его можем там найти, и ты можешь ему деньги передать, он тебе сделает. Я согласился, и как мы с ним пошли, там очередь, и много народа, и там толпа, ну, где-то один, они в нашей, я в то время 23-й школе учился, но только в первый класс пошел. Об этом я еще отдельно скажу. И тогда эти ребята, они учились в 11-м школе, еще, может быть, еще, этот, старше были. И они увидели меня и сказали, эй, вот, Гуреза Омад, Гуреза. Ну, как, перебежчик или тот, кто убежал. Ну, да, типа, мы уже город поменяли, и там нас не принимали. И их было четверо или пятеро, и они начали меня ловить, поймал один, этот, второй, и третий начал держать мою голову, а я начал сопротивляться. А тот друг, который со мной был, он уже убежал, ну, и вот, ха, он тоже маленький был, ничего не смог сделать. И тогда потом еще один, который, вот, четвертый ихний, он взял этот перец, перец, и в мои глаза. Сильно-сильно вот начал мазать. И, ну, ты представляешь, какая там боль, все горит, я начал орать, плакать, и я ничего не вижу, потому что глаза невозможно открыть. Я вот никак не забуду, там какой-то, этот, они смеются, там, издеваются, какой-то мужчина захватил меня за руку, этот, ну, начал тащить с собой, и мне на ухо сказал, сынок, ты где живешь? И я ему объяснил свой дом, квартиру, и он начал меня таскать, этот, домой. Ну, этот, начали стучать, этот, мама открыла, я плачу, у меня глаза красные. И он объяснил ситуацию, мама поблагодарила, он ушел. Ну, начало мыть меня, там, все уже более-менее в себя пришел. И потом за ними, с мамой. Мама, она тем более болела, у нее в то время анемия, мало крови, еле-еле ходила, но как увидела, что сына тронули, она превратилась во льва, да? Да, и мой старший брат тоже жил, но в другом доме. Старший брат пришел, и мы втроем начали их искать. Мама впереди. И нашли одного, который он, ну, он там просто стоял, но ничего не делал. И он второго показал, мама зашла к нему домой, на третий этаж, мы поднялись, она прям с комнаты его вытащила, как начала бить, короче. Ты что, думаешь, мы как-то, никого у нас нету, или мы-то бесоиб? Да, да. А брат стоит, а мне уже, блин, ну, как-то, мне уже жалко того, там, и родители его вышли, начали извиняться. Ну, других-то не нашли уже. И все, на этом все закончилось. Ну, это одна из этих. А потом, через пару лет, ну, когда я уже, ну, стал, ну, более популярным, уже более самостоятельным, я когда начал интересоваться, то, что вот где эти ребята, которые вот со мной это делали, просто хотел посмотреть им в глаза. Ну, в то время сказали, что один, там, двое в тюрьме сидят, один погиб, одного убили, там, четвертый наркоманом стал, умер, ну, так. И я вот в тот момент даже понял, что, оказывается, за каждое зло, которое ты делаешь, есть ответ этой жизни. Поэтому надо всегда добраться, как бы быть добрым. Да, быть добрым. И желать людям добро, потому что здесь же, в этой жизни, как бумеранг. Ну, я им, конечно, смерти не желал, но в то время, может быть, и желал. То есть это был первый такой конфликт в твоей жизни большой. Да, да, и в то время мне было, сколько, семь лет или шесть лет. Да, да. Это же тоже большой стресс, если так взять. Меня также в школу не принимали, то, что, а, мы не можем вас принять, так как вы здесь не живете, а потом, узнав, что мы, как кто, они сразу, как бы, приняли, попросили извинения. Да, такие дни были, но это все урок. За всем я благодарен Богу. А как ты заработал первые деньги свои? Первые деньги, ну, я же в семье был самым, я самый младший, я до сих пор самый младший. И я постоянно любил музыку с детства. С детства я прям слушал, когда отец пел, или я просил его, чтобы он меня с собой брал на свадьбы, на концерты. И так, когда у меня с собой на свадьбе брал, я играл на дойре. Там у него два дойреста было, я третий, скажем, просто играл, ритм держал, учился. И он за это начал мне платить, как музыканту. Ну, одинаково со всеми, как гонорар, да? Ну, может быть, меньше, но в то время я не понимал, что там, какая сумма, что значит, что. Как я домой приходил, или братья отбирали, или там родственники. Поэтому оттуда. А так профессионально, чтобы заработать первые деньги. В 13 лет, когда я был в группе Боло. Группа Боло в то время очень популярна была. В Сахдадийской области, это как Backstreet Boys. Реально, мы стадионы собирали. Не только там, в Душанбе мы кофе борба два дня, два дня цирк, аншлаг, понимаешь? Такие времена были. И я вот с 13 лет начал зарабатывать в группе Боло, скажем, профессионально. Вот. Как ты переехал обратно в Душанбе? Как получилось так? Обратно в Душанбе в 2008 или 2007 году. Ну, потому что я понял, в 2007 году я начал сольную карьеру. И я понимал, что я должен находиться в столице, раз я хочу стать лучшим. И поэтому мы переехали обратно в Душанбе. И я вот с 2007 года уже... Сложно было, да? В начале все всегда сложно, но со временем все уже... Драк не было? Нет, тогда уже драк не было. Тогда уже драк не было. Зачем? И я с детства не любил драться. Я хотел решить просто на словах все. А так драться я не любил. Конфликты я не любил, проблемы не любил. Первая любовь, расскажи, как было. Первая любовь, прям... Я думаю, любовь в детстве, это просто... Я не считаю это любовью. А первая любовь, когда ты начинаешь себя осознавать, уже, я думаю, после 20-25, там, вот, уже, может быть... Так было пару случаев, и я до сих пор влюблен. Без любви как-то скучно жить. Поэтому я всем желаю быть любимым, и чтобы всегда их любили, чтобы они любили. Так что, любовь спасает мир. Друзья твои, вот, с кем-то из детства. Я знаю, у тебя есть близкие друзья, группа, скажем, одноклассников, с кем-то, с шестого класса получается. Да. Сколько лет уже дружите? Ну, с 96-го года, 25 лет. 25 лет. Какая их роль в твоей жизни сейчас? Мы остались вот той же компанией, которая была вот 25 лет назад. Тогда мы называли себя мафией или бригадой. А сейчас уже друзья, как семья, уважение осталось. И стараемся не терять друг друга. Часть в Худжанде, получается, да? Часть в Москве. Да, часть в Душанбе, часть в Москве. У меня есть, скажем, 4-5 очень близких друзей, ну, близких компаний, можно так называть, да? Которые очень близко мне. Вот одна ваша, которая в Лондоне. Мои, этот, одноклассники, которые мы здесь. Друзья, которые в Америке. Друзья, которые в Украине. Да. Поэтому в Ташкенте. Я горжусь, что у меня столько хороших друзей. У меня по всему миру есть друзья. И так же у тебя. Я думаю, дружить это классно. Без дружбы тоже очень тяжело. Дружба, это когда дружба, когда много друзей, жизнь еще интереснее. Любимая цитата? На таджикском. Можно на таджикском. По оригинале. Дарим дуньо агар чизей на будди, ба он дуньо керои рафтанат нести. Это на русский как переводится, если ты не приветствующийся в этом мире, то тебя и в той мире не будут приветствовать, и в том мире. Нет смысла в тот мир, получается, идти. Да, да, да. Это народная, по-моему, да? Да, народная. Азбузургон. Интересно. А можешь рассказать про самый главный урок, который ты получил от папы своего, который ты передал вот дальше своим детям? Человечность, в первую очередь. Человечность? Ну, я отца называю так, ангелом на земле. Он прям, у него зла нету. У него, он на зло может добром отвечать. А таких людей очень мало на сегодняшний день. Поэтому он для меня кумир, он для меня все вот. Я прям очень сильно хочу быть похож на него, но, конечно, это не получается. Иногда. Но надо стараться еще дальше. Ну, у него уникальная, конечно, история, да, вот, что вот он... Я проезжал на днях КГРУТ, не КРУТ, а КГРУТ. Многие КРУТ говорят, КРУТ. 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 Он, как всего, живет, высоко-высоко в горах, дороги нет. И оттуда вышел он, получается, народный артист СССР. И все мы сегодня так одеваемся, так живем, да? Если бы он не стал кем сейчас является, я думаю, мы сейчас... Но его отец, твой дедушка, тоже пел, правильно? Нет, нет, он был начальником колхоза, что-то. Но у тебя в генах есть кто-то, кто пел? Да, в генах и со стороны матери. А, это со стороны мамы. Со стороны мамы мой... Ну, прадед мамы Содирхон Хофис. Это великий устод... Шашмаком. Шашмакома. Его песни до сих пор поют и в Таджикистане, и в Узбекистане. Его очень хорошо знают. Угу, угу. Те, кто сферу Шашмакома знает, тот знает, кто такой Содирхон Хофис. И вот я тоже являюсь как-то пра-пра-пра-внуков, что-то... По маминой стороне. По маминой стороне, да. Также отец, ну, конечно, дедушка тоже пел. Ну, так, любительский, для себя он хорошо пел. Отец говорит, что у него крепкий голос был. А из братьев, вот вы четыре брата, но ты... Как на тебя именно пало продолжать дело папы? Ну, вот они не решили взяться за это. Ну, они очень, все втроем играют на инструментах. Например, Арвиз на Адуторию хорошо играет. Фердаус на гитаре, Хусрау на пианино. То есть, вы один бенд. Можно, да, бенд собрать, но они очень вот стесняются. Угу. Внимание, сцена. Они более такие, это очень... Скромные. Скромные. Да. Очень скромные. Ну, вот, отец всегда говорил, что был бы рад, если кто-то продолжил из вас мою работу, мою карьеру. Ну, пришлось мне, так как я четвертый самый четвертый. Ты хочешь, чтобы твои дети тоже продолжили? Как отец говорил, если лучше нас, то да. В смысле, если будет талант, то да. Если будет талант, и если он что-то придумает новое, не так, чтобы говорили сын Джонни Бека или внук Джурабека. Если он сам как себя покажет, то мы будем только рады. Но это сложная работа. Очень сложно, да. Если бы у тебя был выбор, скажем так, оценить по сложности эту работу с какой-то другой работой, с чем бы ты сравнил ее? Не знаю. Так как я не работаю в другой сфере, я не могу это сказать. Мне кажется, что быть певцом, артистом вообще, вся сложность в том, чтобы суметь и самовыражение свое, потому что это же то, что должно тебе пользу приносить. Эмоции. Да. И в то же время, чтобы это было и коммерчески работало, чтобы было что кушать. Очень сложно. Да. Очень сложно. И баланс между этим, это очень сложная такая сфера, где тяжело. Тяжело и нужно. То, что тебе нравится, народу может не понравиться. А то, что народу нравится, может тебе не нравится. Только ты как-то знаешь. Но вот с годами опыт и делает свое дело. Угу. Угу. И ты понимаешь все больше и больше уже. Ты начинаешь понимать, что нравится зрителям, какая аудитория что слушает, что предпочитает. Поэтому, ну, слава богу, пока что получается у нас. У тебя подряд хиты получаются, да, одни на другие. Ну, слава богу, уже 14 лет. Угу. С 2007 года, если так посчитать, больше 50 хитов. А это, это, скажем, нелегко. Но какую роль для тебя вот в этом всем играют деньги? Или какую роль, вот если я так спрошу, наверное, если сопоставить деньги против твоего удовольствия, почему ты этим занимаешься? Как мой брат сказал, Виктор Иванович, чем больше денег, тем легче жизнь. Угу. Заработать деньги, и чтобы их тратить, это уже другая работа. Ну, ты хороший бизнесмен? Можешь сказать, что ты бизнесмен? Ну, в своей сфере, да. Я хороший продюсер. Угу. Потому что я сам себя продюсировал. Ну, и ты ищешь таланты всегда, то есть. У меня есть план, вот, чтобы помогать какую-то школу создать в дальнейшем, да? Угу. И чтобы вот выпускать хорошие альбомы, новые лица, чтобы таланты, чтобы искать по всей стране лучших талантов, чтобы им помогать, поддержать. Для этого тоже в первую очередь что? Нужны деньги. Да. А я поэтому хочу, чтобы у меня хорошая связь, побольше популярности, чтобы я в дальнейшем мог получить от спонсоров, от своих друзей, чтобы они помогали, чтобы они поддерживали эту сферу, а дальше, чтобы мы уже помогали новым талантам. Но других бизнесов у тебя нет, то есть помимо вот творчества? Я думаю, я хорош вот в шоу-бизнесе, потому что я люблю это дело, и я понимаю все. А предлагали тебе другие бизнесы? Конечно, предлагали. Очень много предлагаю там, но я всегда говорю то, что я не понимаю, я лучше не буду делать. Вот кто-то приходит, говорит, давай вот столько денег дай, там столько процентов ты получишь, столько процентов я, там у нас столько прибыль. Я говорю, вот смотри, как я могу свои деньги дать тебе, чтобы ты свой бизнес сделал, да? Лучше я свой бизнес сделал, я лучше потрачу на свой бизнес. Если даже у меня не получится, то мне жалко не станет, я скажу, хай, зато я там, кое-какие ошибки я буду исправлять в дальнейшем. Это для меня как урок, правильно? Поэтому я думаю, лучше каждый сам должен делать то, что он понимает и в чем он разбирается. А вот ты с точки зрения своего творчества можешь выделить, я знаю вот про песню, например, Азизам, песня, которая для тебя особый там смысл имеет. Можешь сказать, что песни, которые выходили, они имеют какую-то ассоциацию с твоей жизнью? Вот, если не ошибусь, то с двух тысяч, уже лет, можно сказать, десять, что ли, вот я пою то, что у меня на душе. То, что чувствую? Да, вот реально. По сей день так и получается. Раз появляется песня, вот, или грустная. Вот сейчас новая песня, которая выйдет, еще про нее можно говорить, нельзя, я не знаю. Да, да, конечно, можно говорить. Называется Худогас, да, Бог есть. Эта песня тоже сколько, два-три месяца я, мы работали над этой песней и вначале думали, что, что поэт тоже Акьор Зук, он несколько, три-четыре раз менял текст. Аранжировщики там четыре-пять раза меняют аранжировку. Но уже пока вот не понравится моим ушам так, как я хочу. То, что ты чувствуешь сам. Меняю, 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 меняю. Поэтому иногда мне говорят, почему ты на данный момент мало песни выпускаешь. Но я говорю, зато хватает одной моей песни за год. Когда песня качественная и она от души, она не стареет. Она на всю жизнь может остаться. Зачем мне десять песен, которые за два месяца могут пропасть? Лучше мне одна песня, которая годами будет ее слушать. Это тоже со временем это все приходит. Вначале столько я альбомов делал. Я за год, блин, за два-три года четыре альбома делал. Раньше. Но я потом начал. Это все опыт. Все урок. Не количество, а качество. Да. Я теперь работаю на качество. И причем, чтобы все авторское было. Я вот, если ты даже заметил, последние семь-восемь лет у меня все авторские песни. Да, раньше я пел народные афганские песни, да, народные таджикские, там, отца Ахмадзо Ира. Но я никогда не воровал. Я даже, если пел, то я с просьбой. Даже вот с Абдором Римхоном мы когда работали, мы объединялись с песнями. И после того, как он завершил карьеру, все песни перешли как бы, они уже мои песни. А он завершил, да, карьеру? Да, он все удалил, свой архив. Почему? Ну, он уже как более религиозный стал и выбрал себе другой путь. Конечно, удачи ему в любом деле. Я слышал другое нашу приветствую, ты знакомил с Адреддин. Он тоже уехал, да? Или завершил? Нет, с Адреддин, он живет в Канаде. А, он живет в Канаде. Да, он переехал с семьей, да. И я в последнее время хочу, чтобы все авторское, всем принадлежало мне. Потому что чужая песня, это чужая. По-любому и автор, и другие будут говорить, что он своровал, это чужая песня. И эта песня долго не будет, и эта песня тебя не будет представлять, по-любому. А когда твоя песня авторская, это уже твое, как твой ребенок. Это уже, поэтому я больше акцента даю на это. Какая из всех твоих песен сейчас самая успешная? В данный момент, в 2020 году, Азизи Диламбе, дуэт Силдуст Турдива, она стала лучшей песней года. Ну, это за этот год, да? Да. А за весь период, по количеству прослушиваний? За весь период. Ну, вот 2020 год, это главный хит, это Азизи Диламбе. И Мусаофир, но он уже, Мусаофир, не такой, он некоммерческий, некоммерческая песня. А 2019 год, Лайло Иман. А 2018 год, Нахоба Зизан. А 2017 год, Джон Дустон. 2016 год. Нахоба Зизан связан с супругой, получается? Ну, да. Для нее написано? Да. Подавил на 14 февраля. Зато сэкономил деньги. Хотя она тоже большие деньги уходила. Она уже принесла деньги. Еще очень много. Хотел тебя еще спросить, что ты ценишь людям больше всего? И что ты ненавидишь людям? Прям вот не терпишь. Лицемерие, а не люблю. Хочу, чтобы люди настоящими были. Такими, какими есть. На сегодня люди стараются перед людьми показать себя как-то, да, там, хорошо или правильным. Не думаю, что Бог все же знает, какой он на самом деле. Но когда ты от Бога не прячешься, зачем от людей что-то скрывать и прятать? Да. Я думаю, человек должен быть настоящим. Какой он есть, таким и должен себя показывать. А что ценишь людям, что тебе нравятся важные вещи? Искренность, доброта, справедливость, человечность. Человечность. А если бы было качество, которое ты мог бы приобрести, что бы ты выбрал? Сверхсила. Ну, что-то, чтобы вот помогать людям. Что-то, чтобы вот... Я думаю, я попросил сверхсилу там скинуть мне пару миллиардов, а дальше я уже знаю, как помочь. Как решить, да? Про желания, кстати, у нас есть вопрос, постоянный, который я люблю задавать всем своим гостям, про золотую рыбку. Представь, что ты пошел на рыбалку, поймал золотую рыбку. Рыбка-патриот Таджикистана. Говорит, ты можешь задать три желания, но только для Таджикистана, для страны, для таджикского народа. Ну, вот, чтобы главное, народ стал богатым. Чтобы никакой вирус больше, чтобы не мучил наш народ. И чтобы таланты, наши таланты, чтобы могли реализовать себя. Чтобы у них были также деньги, чтобы у них были возможности. Пусть, как они могут себя реализовать. Чтобы они не мучились. Сейчас тяжело талантливым человеком. Если он, например, в кой груди талантлив, как ему попасть в шамбе? Само, как попасть ему тяжело. Что говорить о другом еще. Поэтому... То есть, скорее всего, он не будет заниматься творчеством, едет на работу. Конечно. Он лучше подумает, или ему скажут, что лучше поедешь в Россию, или здесь, где-то будешь работать, зато будешь зарабатывать деньги. Он, конечно, выберет тот путь. Потому все-таки надо же зарабатывать деньги, чтобы прокормить себя, семью. Многие так и делают. Творчеством сложнее заработать деньги? Сложнее, когда у тебя нет денег для творчества, чтобы записать песню. Нужны же все-таки деньги. Снять клип нужны деньги. Куда бы ты ни сходил, в первую очередь у тебя просят деньги. Да, ты прав. Ну, а что ты считаешь самая приятная часть твоей работы, которая тебе нравится? То, что люди от души тебе деньги дают. Это самый приятный момент. Я думаю, что ты скажешь, когда я пою. Зато же весело. Главное, чтобы смеялись. Не, прикинь, мы-то поем. Да. Мы поем, люди танцуют. И радостные, они приходят тебе, дают деньги. Могут еще сверху чай видать, сказать спасибо. А это на сегодняшний день тесело так зарабатывать. А самый неприятный момент в твоей работе? Самый неприятный момент, это... Неприятного момента, думаю, нету. Нет. Пока что он тебе не нравится. Да, мне все нравится. Ездить в машине далеко. Мне все нравится. Я уже привык. Поэтому ездить, летать, выступать, готовиться, одеваться. В любое время вставать, спать. Я послушный. А может ли человек быть счастливым в одиночестве? Я думаю, нет. Одиночество – это самое страшное для меня. Я что не люблю, одиночество не люблю. Можно с ума сойти. Ты всегда рядом с кем-то, получается? Всегда. Всегда. Я знаю, всегда я тебя вижу, ты всегда с бахой. Ну да, с бахой. С бахой. 25 лет уже? Да, 25 лет. Устал, конечно, от него, но что делать? Как ты считаешь, если у Таджикистана будет возможность участвовать в Евровидении, кто от Таджикистана может поехать? Ну, я бы мог бы сделать такое из новых талантов. И я бы мог бы придумать, скажем, дуэт. Мадину и Сафар Мухаммада взять. Чтобы они вдвоем пели. На английском? На английском, да. Потому что, я думаю, они потянут. А я как продюсер был. Ну, хотя для этого надо Таджикистан как-то с картой взять и продвинуть в Европу, да. Ну, Казахстан включили в УФА же, в футболе. Да? Ну, европейские, да, они участвуют. Ну, тогда, вот как включат. Поэтому, может быть, нас тоже могут включить. В порядке исключения. Или надо азиавидение сделать. Азиавидение, да. А такой вопрос. Джонни Бек Муродов, это артист все-таки внутри Таджикистана известный? Или, как его буду вспоминать? Как артиста таджикского? Или артиста больше международного, зарубежного? Что у тебя есть на украинском песне, на английском есть, да? То есть на разных языках поешь? Я пусть считают мои поклонники как хотят, так и считают. Как они хотят, значит, я таким буду. Поэтому мне без разницы, я как-то не разделяю все это. У музыки нету границ, нету страны. Музыка это одно целое. Поэтому это уже пусть люди. А планы у тебя какие? Вот мы говорили про Садридина, что он уехал. Ты бы уехал отсюда? Я бы тоже мог уехать. Ну, я больше люблю ехать по работе. А жить я у себя на родине люблю. Но ты жил за границей? Да, я долго жил. Хотя мне и там нравится жить. Никаких проблем у меня нигде не бывает. Но сейчас в первую очередь, так как родители мои здесь, а я самый младший в семье. А так как вот три года то, что я живу в Киеве, немножко мне вот тяжеловато было, то что родители вдали от тебя. И ты постоянно беспокоишься, потому что они тоже уже в возрасте. И поэтому на данный момент мне больше хочется с ними время проводить. Так как это все... Но если бы не родители, ты бы мог уехать, например, куда-то? Да, я бы мог уехать в Лос-Анджелес, там продолжить учиться, изучать что-то новое опять. Потому что человек нуждается всегда в чем-то новом. Поэтому посмотрим, время все покажет. У судьбы есть свои повороты, свои сюрпризы. Когда ты уехал в Украину, я помню, для всех, для меня, даже у друга, я помню, когда я прилетел к тебе туда, был сюрприз, что ты решился на такой шаг. Это очень такой смелый был шаг. Такой урок для меня стал. Я в Украине очень благодарен. Они такой хороший народ. Очень много творческих людей. Да, все российские артисты оттуда, по сути. Через чур много творческих людей. И учился на вокале, репетиции постоянно. И вот в сфере шоу-бизнеса мы изучали то, что продюсерский центр, как работает. Поэтому я очень благодарен. А в будущем ты бы хотел, вот именно как продюсерский бизнес, да, помимо бизнеса, который у тебя есть сейчас? Второй план продюсерский и организаторский. Это мы легко можем сделать. Так как еще брат со мной рядом, Парвиз, он является генеральным директором компании GM. Он все дела, мои дела, дела отца, все он же ведет. Поэтому у нас, не только я и он, у нас целая команда профессионалов своего дела. Которые так же, как мы, любят свою работу, любят свою родину, хотят что-то сделать для своей страны. Поэтому у нас целая команда. Я помню, мы с тобой говорили год назад, ты мне говорил, что ты из Таджикистана никогда не уедешь. Сейчас ты уже сказал, может быть, судьба по-разному. Ратан, брат, не знаешь завтра, что будет. Много не буду говорить. Ты меняешься, да, тоже? Да, жизнь всех меняет. Я уже не могу что-то конкретное сказать. Потому что я знаю, что я могу завтра не ответить за это. Поэтому, как говорят, мы предполагаем, Бог нас полагает. Ну и есть цитата, что я, может быть, изменил свое мнение, но это не значит, что я был неправ тогда. Ты же тогда был прав на тот момент. Поэтому, может быть, и так. Еще один вопрос. Я обычно задаю его посредине, где-то, чтобы человек не ожидал. Но в чем смысл жизни? Я до сих пор не понял. Я до сих пор. После 30-ти ты больше начинаешь думать. В чем смысл? Ты начинаешь искать смысл. Но я особо сейчас не гружу себя. Думаю, лучше просто жить и не думать. Главное, никому не причинять зла. Жить правильно. Работать. Идти по своей цели. А так я в жизни ничего пока что не понял. Как пойму, я тебе в первом скажу. Позвольте. По WhatsApp. А что такое счастье? Счастье для меня на данный момент то, что родители живы-здоровы. У нас в стране нет ни войны, все спокойно, люди живут. Мои дети здоровые, братья, янгашки, вся семья. Это для меня большое счастье. А если бы ты мог что-то поменять в своем детстве, в своем юношестве, что бы ты поменял? Ну, я особо таких преступлений не делал, конечно. Те ошибки, которые я совершал, они стали уроком. Может быть, без этих ошибок я бы не стал тем, кем я сейчас являюсь. Или мне где-то не помогли бы эти ошибки. А в точке зрения обстоятельств, если не говорить о твоих ошибках, ты говорил про войну, что война была, было тяжело в детстве. Ну, хоть было тяжело, зато уже прошло. Сейчас же хорошо. Ну, это тебя закалило. Да. Перец. Да. Главное, что сейчас все хорошо. Да. А, о прошлом не думаю. Что самое страшное для тебя, ты считаешь, самое то, чего ты боишься? Потерять родителей, потерять родных. Близких. Это самое страшное. Как-то так. Хотя в этом мире мы все теряем друг друга. Конечно. Мы сами тоже не остаемся. Ну, по-любому этот страх есть. Это не страх, но, как ты сказал, что... Самое страшное. Ты боишься потерять. Угу. Можно сказать, современный религиозный, что ли. Или как-то... Угу. Я уже... Больше не был... Более религиозный. А сейчас я хочу просто жить правильно, стараться никому вреда не приносить и никого не разделять. Только, чтобы от меня шла любовь, чтобы коротко любить и прощать всегда. Угу. Все остальное. Я заметил, ты много стараешься всегда помочь, когда к тебе обращаются за помощью. Ну, пока не могу всем помочь, но стараюсь. Чем могу, тем помогу. Ха-ха-ха. Я понял. Такой же вопрос. Я люблю его... Ну, в принципе, сейчас задаю каждому своему гостю. В этом году у нас 10 лет нашей благотворительной организации, где-то тоже в аппетитическом совете, в Пешрафт. Пешрафт занимается молодыми талантами. Мы ищем талантовых людей, которые в неблагоприятных условиях, и пытаемся им всегда помочь в стипендии, советам, тренингами, обучениям. Вот какой бы ты дал совет сам от себя молодым людям, которым сейчас, скажем, 15-16 лет, которые, может быть, в том же, как груди, и думают идти ехать работать в Москву, или учиться, или что им надо делать? Ну, учиться в первую очередь, конечно. Учиться, мечтать, ставить цель, и идти вот к этой цели. И, конечно, в первую очередь просить у Бога. Я думаю, Бог поможет, и если удача с вами, то у вас все получится. Надо всегда верить и стремиться к этому. Не надо падать духом. И надо думать только о позитивном. Только думать, чтобы у тебя были хорошие мысли, и дай Бог у тебя будет все хорошо. Надо верить в себя. Это очень важно. Да, важно. Такой вопрос. Многим еще сложно из этих ребят, знаешь, определить карьеру. Вот то, что мы видим. Они не знают, кем стать, и считают, что этот вопрос прям в том возрасте, он выглядит как решающим в жизни. Что ты посоветуешь? Вот как правильно понять, кем стать в жизни? Как ты это понял для себя? Ну, когда ты любишь свою работу, мы, например, в начале я месяцами из студии не выходил. Месяцами. А сейчас что? Мы идем пару часов, выделяем, и то еле-еле записываем голос и уходим. Все уже делают другие. А тогда такое желание было. Потому что надо было добиться, надо было заработать деньги. И мы месяцами спали в студии. Столько работали. Вот я сейчас думаю, думаю, вот эти наши работы сейчас дают клады. Вот реально. Ну, то есть нужно любить то, что ты делаешь? Это в первую очередь. Если ты не любишь, я думаю, у тебя не получится ничего. Ну, а если то, что ты любишь, не приносит денег? Да, это тоже отдельный вопрос уже. Ну, здесь надо уже какой-то вариант B тоже надо придумывать. Чтобы оттуда зарабатывая, ну, это не надо бросать то, что нравится и цель. Потому что в один день это может все реализоваться. План B тоже должен быть всегда. А у тебя был план B? Да, план B, конечно, был я. Какой был? В одно время в университете мы когда учились, мы даже ездили с другом, с Абду Алимом этот, в Литву. Мы оттуда машины привозили, чтобы продать, да, молодые были, ну, получалось у нас пару раз мы привозили машины, у нас как бы, мы в минус не пошли. И потом мы еще, помню, одно время хотел из Дубая эти вещи привозили, чтобы продать, ну, такие одежды. Ну, когда я уже выбрал одну дорогу, я уже этими делами не увлекаюсь. Ну, конечно, мы в этом году хотели открыть свой бренд-магазин «Одежда или не одежда», но вот пандемия очень помешала. И у нас в планах была открыть, там, не знаю, или кафешку, или ресторан, там, джем, или караоке. Опять так же пандемия помешала. И, ну, это к лучшему, что мы вовремя нам это помешало, и мы не вложили наши деньги. Поэтому в дальнейшем, я думаю, много очень планов, очень много. Просто надо их всех реализовать. Интересно. Вот у тебя сейчас двое детей, правильно? Кем ты их видишь в будущем? Ну, хотел бы увидеть сына, чтобы он занимался бизнесом. А дочку, не знаю, пока не знаю, я даже об этом не думал. Я ей сейчас сколько, 40 дней? Нет, 50 дней. 50 дней. 50 дней, вот реально говорят же, что дочка – это комплимент от Бога. Вот я реально начинаю осознавать это, что моя дочка меня начинает менять уже. Я никогда не думал, что я посередине ночи, услышав там крик, или что встану, что начну ее укладывать. Но это все от души, оказывается, хочется мне это делать, потому что половинка сердца. Поэтому я очень благодарен Богу за все, за такой подарок тем более. Я знаю, что 2020 год был очень тяжелым годом для многих. Но для меня он подарил тебе дочь, поэтому спасибо. Еще один вопрос, я не знаю, я его тоже спрашиваю на каждом интервью. Если бы ты оказался перед Богом, что бы ты сказал? Ну, сказал бы спасибо за все. Все. Коротко. И потом, если он хорошо принял, то я мог бы что-нибудь попросить. Я мог бы попросить еще что-нибудь. Не, просто сказать спасибо за все. За то, что он мне дал в этой жизни. За хороших родителей, за отличную семью. За то, что я являюсь таджиком. И за то, что у меня такая прекрасная публика. Такие прекрасные друзья. За небо, за землю, за все. Мы в компании с тобой час сидим, и ты всегда душа компании. Ты рассказываешь анекдоты. Я не знаю, поклонники твои, может, не видят эту сторону, потому что они слушают музыку. Я мог бы хотел тебя попросить рассказать любимую анекдоту. Ну, может, не любимую, а просто, которая сейчас пришла в голову. Потому что любимая будет пошла. Ладно, давай, расскажу про золотую рыбку. Окей. Ты же... Да, я тебе про рыбку. Да, добавлю. Это же рыбка. Патриот. Да, патриот. Плывет где-то в Хадженте. Раз дед. Дед ловит золотую рыбку. Золотая рыбка. О, дед, как дела, все хорошо, я же золотая рыбка. Давай, говори свои мечты, три желания. Отпусти меня, у меня дела там. Собрались друзья. Надо поужинать с ними. А дед раз. Как-то собирает. Ты что, дед, ты что делаешь? Блин, хватит издеваться, давай. Мне надо идти, говори побыстрее желания. А дед вперед. Золотую рыбку и наведу. А там другие рыбы, другие рыбы там. А, ты что, дед, у меня в жизни такого не было. Ты что делаешь? Начинает орать, все, у меня бешенство. Дед, блин, да олигархом станешь, президентом станешь. Да кем ты хочешь? Ну, кем, кем? Давай, говорит, дед, идет домой. А там золотая рыбка. Дед! А все орет. Дед заходит домой, там, так-то, что-то, что-то, что-то. Досточка. Досточка, да. Поставил досточку, взял одну рыбу, отрезал голову. Это золотая рыбка. Рыбка в шоке. Также орет, все, все обещает. Дед берет ее, голову отрубает, все. Дед оказывается глухонемой. Не повезло за этой рыбке. По-моему, первый случай, где она умерла. Деда. А Деда тоже можно понять, он уже не знал. Хотя он мог вернуть себе слух. Да, помню. Вопрос. Что ты считаешь своей самой сильной стороной и самой главной уязвимостью своего характера? Сильной стороной то, что вот, может быть, то, что я делаю до конца, вот, хоть люблю доводить. Слабая сторона, лень. Лень. Иногда я могу много чего сделать, но хочется побольше спать, хочется там отдыхать с друзьями. А ты эмоциональный человек? Да, очень. Мы вообще семейно эмоциональные. Эмоциональные. Да. Если ты у нас в семье в спорах побудешь, то ты сам поймешь. Эмоции хорошие. Дебаты, да? Дебаты сильные. Я думаю, я на этом вопросе хотел бы поблагодарить тебя, во-первых, потому что хорошее интервью. Ты, надеюсь, для наших зрителей раскрылся с другой стороны, как, именно не как артист-певец, а как друг, как человек, с которым я вот последние 10 лет очень близко дружу, и мы все очень ценим тебя. Спасибо за дружбу. Спасибо тебе. Спасибо, что терпите. Спасибо тебе, что ты есть такой, как есть. Спасибо твоим родителям. И еще раз поздравляю с дочкой. Спасибо. Мне кажется, большое событие. Зуэхо. Дай Бог всем родителям долгих лет жизни, детям счастья, тоже долгих лет жизни, чтобы всегда здоровыми были все. Спасибо тебе за приглашение. Чтобы везде всегда был мир, любовь, дружба. Чтобы всегда звучала музыка. Как отец говорит, чтобы ракеты и танки молчали, а звучала только музыка. И чтобы в каждом доме была только радость. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Джейк. Спасибо, Баб.